Всем привет! Меня доктор Евгений. Обещанная энерготехника к вот этому вот видео по лечению варикозного расширения вен. Там я рассказал, как структуры лечить, биохимию лечить, эмоции лечить. Сейчас покажу, как энергию лечить всё-таки. Смотрим. Любое повреждение карты тела – избыточные родинки. Бородавки, опухоли в теле, сколиозы, дефигурации, деформации суставов, а также варикозное расширение вен. То есть когда вена свою карту теряет, фигуру теряет, это можно отнести к проблемам в энергооболочке, в матрице тела, которая эфирным телом называется. То есть это наша та самая аура, которая вокруг нас крутится, вертится и бывает статично, бывает динамично. То есть если организм потерял карту тела, вот эти все состояния могут возникать. Поэтому как зарядить, как сделать опять эфирное тело более стойким, толстым, стабильным, энергетически заряженным. Показываю две основные техники, что нужно для этого сделать. Не специфически работа энергослоев, она у нас завязана на энергии разных уровней, разных направлений. Поэтому мы можем сейчас не вдаваться в глубокие подробности, какая энергия какому слою нужна, а просто дать не специфически большую порцию жизненной энергии. Что для этого нужно? Для этого вам нужно вашей рукой, либо можете попросить рукой пациента, либо можете сейчас сделать своей рукой, а надо вам дать задание пациенту делать это своей рукой. То есть сделать вот так, сделать крабик. Просто-напросто вот такой пучок. И встать именно этим крабиком над пупком, на пупок сверху вот так вот поставить этот краб. То есть пупок он символизирует как центр хара, центр энергии жизни, а вы сейчас просто показываете организму, что сейчас вы здесь будете концентрировать как раз таки этот поток энергии. Не бойтесь, что из вас вся эта энергия уйдет. Она будет сюда концентрироваться отовсюду, извне, из природы, из вселенной, со всех мест. Если вы сомневаетесь, то можете подключить визуальную подсказку себе, что вы, когда поставили сюда руку, то вы являетесь проводником этой чистой энергии отовсюду, сюда вовнутрь. То же самое можете сказать своему пациенту. Поэтому крабик над пупком встали, особо чувствительные, почувствуют, что рука захочет двигаться либо по часовой стрелке, либо против часовой. Будет желание смещать куда-то руку. Это уже остеопаты любят очень эти темы. Поэтому потихонечку просто следите и чувствуйте, куда ваша рука хочет двигаться. И идите за ней. До какого периода нужно стоять крабиком над пупком? Ровно до того периода. Первое. Пока рука не остановится и не будет крутиться. Второе. До ощущения достаточного тепла или даже жара между телом и рукой. И когда вы действительно почувствуете, что уже она нагрелась, а на это уходит обычно около двух, максимум трех минут, это прям в критических случаях, то вы просто убираете руку и вы уже зарядили этого пациента не специфической чистой энергией, чтобы его эфирное тело восстанавливалось и карта тела нормализовалась. После этого нужно сделать следующее. Тело за некоторое время могло забыть, куда энергию вообще надо распределять. То есть просто пути. Заросли дорожки травой и надо опять же распределить энергию по телу. Как это делать? Возьмите две руки и встаньте в энергомудрую, то есть большой с мизинчиком. То есть так вы показываете организму, что надо сейчас именно энергию распределять по телу. И на вот эти две точки, это точки К27, сейчас они на картиночке вот здесь вот выйдут у вас, чтобы вы их не забыли, вот этими двумя пальцами встаем и буквально касаемся кожи. Не надо в глубину лезть, надо встать просто на кожу, потому что меридианы зачастую они как раз-таки в эфирном теле располагаются. Встали и делаете легкие стимулирующие движения. Вы просто легко массируете кожу в этом месте, тем самым вы распределяете энергию по телу. Она разлетается, она уходит в голову, в шею, в руки, в грудь, в живот, в спину, вовсю, в таз, в нижние конечности. И нужно это делать ровно до тех пор, пока она не распределится. Все просто, да? Как это понять? В среднем на это уходит около двух минут. Опять же, два пункта. Либо вы почувствуете размягчение тканей, то есть где вы массируете кожу, она станет прям подвижной, мобильной, очень. И второй момент. Пациент скажет, что у меня возникло легкое головокружение. Первый пункт чаще всего возникает, второй пункт реже. Но в любом случае имейте это в виду. Распределяете энергию по телу. Ну а на десерт желательно отработать все тонкие тела своему пациенту. И это он может сделать самостоятельно. Сейчас вот здесь вот ссылочка на медитацию у вас выйдет. На очистку тонких тел. То есть погружаясь в эту медитацию, вы можете погулять по своим тонким телам. Понять, где у вас брешь, где у вас неровности. И отшлифовать свои тонкие тела энергетические, чтобы потом не прибегать к помощи каких-то посторонних людей. Ну посторонних не вас конкретно. Возможно даже вас близкие будут лечить. Но опять же вы можете сделать все сами. Погуляйте по своим тонким телам, отработайте их. И вы совсем по-другому будете потом на свой мир в принципе смотреть. Я уж не говорю про то, что вы запустите процесс именно корректировки матрицы тела. И варикоз, как косвенная причина этих дисфункций, постепенно будет отступать. Но не забывайте, что лучше целостно к здоровью подходить и лечить себя со всех сторон. Структурно, биохимически, эмоционально и энергетически.